Участившиеся случаи нападения на активистов, к сожалению, практически не расследуются в нашем городе, что не может не вызывать массу вопросов у общественности. Об этом заявили сами активисты в ходе брифинга. То, что случается один раз, можно считать случайностью. Но если эти случаи повторяются с очевидным постоянством, это уже тенденция, причем очень нехорошая. Речь идет о возросшем количестве нападений на общественных активистов, журналистов и политических деятелей. Но самое страшное даже не то, что бьют несогласных с властью. Страшно то, что за это никто не несет наказание. В Одессе просто эта ситуация особо кричущая. Она носит системный характер уже. И так, кілька людей, которые больше-менш известны, которые тут собрались, она про это тоже нам всем нагадывает. Сколько скоялись разных бесправных действий в Одессе и в одесском регионе, они скояются каждый день в отношении людей, которые меньше известны к суспільству. Это никто никогда уже не рассчитывает. Каждый, кто сидел за столом в разное время, становился объектом силового воздействия со стороны. Глава городской организации партии Народного руха Украины Михаил Кузаконий, журналист и главный редактор издания грамматики следства Григорий Казьма едва не погибли под колесами грузовика. Не вдаваясь в подробности, можно с уверенностью заявить, что это была не попытка запугать, а именно убить этих людей, посмевших выступить с резкой критикой деятельности Труханова и его приближенных. Я хочу уточнить, что независимость от того, кто чем раньше занимался, чем занимается сейчас, какую он позицию занимает, никто не дает права ни мэру, ни его спонсорам, ни никому, ни президенту нападать на людей, запугивать. Тем более, в случае 2 августа, когда мне говорят, что ты преувеличиваешь, тебя хотели напугать. Скажите мне, пожалуйста, где, в чем разница или как определить, где заканчивается напугать, где начинается покалечил и где начинается убил. Грузовик 4-тонный, который въехал в машину, ну, я не знаю, разница в 20 сантиметров. Все подобные преступления против несогласных совершаются словно под кальку. Одним из первых активистов, пострадавших от нападений, стал в свое время Олег Михайлик. Дело нападения на Михайлика правоохранителями тогда было быстро обстряпано, как попытка грабежа. Случилось это еще в 2013 году при Януковиче. И что любопытно, с тех пор ничего не изменилось. На активистов нападают, их избивают, их убивают, но наказание за это никто не несет. Я первый прошел через то, что прошли все вот эти люди. К сожалению, думаю, что это не все. С началом предвыборной кампании все будет значительно хуже. И к этому надо быть готовым. Если вот этот генерал, который сегодня здесь фактически выполняет приказы мафии, а это действительно мафия, это даже не строительная мафия, это криминально-олигархический клан и криминально-олигархическая банда, они зарабатывают деньги. На пути к этому зарабатыванию они готовы избивать женщин, мужчин, убивать, похищать. Светлана подпала и общественный активист, которая была избита после того, как она посмела выступить против застройки прибрежной зоны. Правда, в данном случае есть один любопытный нюанс. Задержанный полицией наркозависимый гражданин, который избил активистку, долго пытался всех уверить, что просто перепутал женщину со своей знакомой, а судья внезапно уволился. Когда судья вынес вот это вот постановление, слушать полностью это дело. Ну, я была очень рада, я думала, что я вас всех смогу пригласить, но буквально через день вот мне перезвонили, сказали, что судья уволился с поста. И теперь это дело должно слушаться заново, и когда, ну, бог весть. Алина Радченко. На нее нападали и избивали уже дважды за каденцию Труханова. Сначала при силовом разгоне антитрухановского Майдана спустя год просто на улице. И снова полиция не видит произошедшим ничего, кроме хулиганства и попытки грабежа. Восени того року на мене був скуйний напад, відеофіксація зафіксувала три людини, які приймали участь. В результаті цього нападу втрати свідомості, рвані рани голови, гематоми, струс мозгу. Пан Головін мені озвучив, що це справа честі знайти цих людей, але що є на сьогодні? На сьогоднішній день цих людей не допитано, навіть не допитано, не затримано і не оголошено урошок. Взагалі, ніяких процесуальних дій щодо цих осіб не проводиться. Не треба думати, що вишеперечисленні факті відносинися виключно к общественним активістам, людям, займаючимся політикою чи журналистам. Подобне може случиться з любим із нас і вже відбувається. С безпределом, як власні, так і правоохранні системи, ежедневно сталкиваються сотні граждан. Все потому, що те, хто совершає преступлення, не бояться бути пойманними і наказанними. А те, хто должен ловити і наказувати, этого не тільки не роблять, а й прикрывають преступників. Стало быть, действують з ними заодно. Тобто, керівник ГНП Одеської області і головний прокурор Одеської області Жученко свідомо, свідомо вчитають такі дії і є члени злочинної організації, яка сховує напади на громадських діячів в Одесі. Одеські активісти заявили о намеренні привести протестну акцію з тін обласного управління національної поліції. Я призываю всіх бути самим собою, бути чесними, бути совістливими, бороться за нашу Україну. І завтра приглашаю всіх одеситів, гостей города, прийти под ГНП і висказати свою гражданську позицію. В 4 часа под ГНП Одеської області. Це дуже важливо. Активисты, іще раз подчеркнули, акція не носить политический характер, поскольку в данному случае важно даже не то, каким було преступление, а то, що за нього немає наказання. І за це, по мнению активістів, придеться ответити. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!